Здравствуйте, друзья садоводы! Возможно, это будет один фильм получасовой, вы меня ругаете, вот, а возможно будет целая серия, как получится. Я случайно у меня открыл вот эту вот инструкцию, случайно, к любому Богу. Дело в том, что не туда нажал и смотрю и вспоминаю. И так было время 20 лет назад, не было интернета у меня, не было этого самого ящика, который перед вами, вот, или как он там называется, компьютер, да. И я только в одной газете Фазенда, для меня она была главная, я оттачивал там свои литературные навыки и опубликовал больше 12, больше 10 лет в каждом номере печатался. Есть специальный диск, он, кстати, тоже продается, но уже, наверное, год или два никто не купил ни одной. Там сотни моих статей. И вот единственная статья, которую забраковала главный редактор газеты Фазенда. Почему? Потому что сильно уж она и показалась, нет, не вредная, не полезная, а странной. Вот. Поэтому я решил, пришли новые времена, соцсети, давайте прокомментируем, как получится. Вот. Итак, краткая инструкция по уничтожению садов у хозяйстве, у кого в хозяйстве нет топора. Вот такое странное название. Оно не понравилось главному редактору. А мне почему-то нравится. Дело в том, что вся система в нашей стране, вся система, современная агротехника, она не современная. Она с 18 и 19 века пришла с юга и направлена полностью на уничтожение садов. Мне вчера звонит партизанский район. Я за что купил, за то продаю. Приморский край. Ни одного абрикоса. Искал человек, всю округу обыскал. Он может там есть. А то получилось так же с татарей. Один говорит, что у нас татарей абрикосов практически нет. Он не имел в виду, что ни одного. И тут же обида другого. А у меня уже 10 лет как плодонность абрикоса. Вот. И мы, может быть, благодаря вот таким фильмам-то и знакомимся друг с другом, получаем дополнительную информацию. Вот. У меня есть такое... Я, наверное, все-таки растяну надолго. Есть у меня, вот, допустим, фото 21, да? 21 год. Только здесь. И вот здесь вы увидите страшные вещи. Страшные. Это все из интернета. Вот. Их надо комментировать, комментировать. Смотрите. Вот. Вот эта фотография сделана сотрудником и считается самым главным специалистом по черешням. Правда, без фамилии. Уже стыдно. Потому что выглядит это непрезентабельно. И вот она в своей книге вот это напечатала. Я это назвал Садовый Христос. Это черешня. Это зима написана. У нее уничтожено несколько десятков веток. Посмотрите внимательно. Остальное, что осталось, распято. И вот эта вот изувеченная, искалеченная живыми ранами зимы, она якобы продвигает на север. И у меня таких вещей очень много. Я как бы оправдываюсь перед вами. Почему я сделал такую страшную инструкцию? Вот. Для того, чтобы отталкиваться от нее наоборот. И вот посмотрите еще. Вот здесь, если вы видите, они... Потом, наверное, сделаю выборку, да? Потому что нас учат убивать деревья постоянно, повсеместно. Это просто невероятно. Питомники, которые продают саженцы. Тут же учат их убивать. А у них и так они не просыпаются. А если раньше саженцы умирали через несколько лет. Потому что садят без обрезки верхней части кроны. Кто об этом знает? Многие из вас впервые слышат, правильно? Вот. То есть сейчас они стали просто не просыпаться. Интернет-магазины, заметьте, не питомники, магазины. Куда они свозятся и месяцами стоят там. Я называю интернет-моргами. Ну что, надеюсь, вы меня поняли. Вот потом я отсюда выберу, что тут творится. Ой, что тут творится, ребята? Я думаю, что вот с этой невероятной красотой, да? Вот. С такой красотой. Мертвые саженцы везде по всей округе. Везде и всюду. В общем, знаете, моя тематика шире. Я еще учу, как детей воспитывать. И не только детей. Как спасаться нам, даже старикам. Итак, продолжаю каким образом? Возвращаюсь, чуть не сказал. К нашим баранам. Вот они, бараны. Так, поехали. Уничтожайте перекопкой дерн при ствольных кругах. Заметьте. Я один из сотен из тысяч, кто это. Это ваше. Уничтожайте перекопкой дерн при ствольных кругах. А заодно. Бактерии, червей. Черви там зачем нужны? Капиллярные ходы. Корни. Там еще там, кстати, надо добавить муравей, много чего. Они мешают, в скобках, в кавычках, вырастить сад. Вот все эти черви, значит, капиллярные ходы для кислорода. Мешают вырастить сад. Зато копая, можно сбавить лишний вес. Вы представляете? Иронию-то понимаете? Сейчас я покажу вам, как надо сбавлять лишний вес. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите. Вот. Вот. Как я сделал? Я взял, набрал. Сейчас, надо, это самое, как тебя, как тебя убрать. Там, ну, если вы набираете, как я, так, как тебя, а вот, крестик. Вот, смотрите. Я набрал. Перекопка в саду. Вот это, вакханалия, это бедные, несчастные, миллионы людей, которым били в голову, что если ты не будешь... Вот, на хрена дерево вот это вот, оно же там гниет. Видите, оно больное. Но это даже вряд ли какой-нибудь... Ну, абрикос-то уже давно был бы мертвый. Так. Вот это, например. Вот. Вот. Или, например, ну, какой-то выбрать характерный. Сейчас, минуточку. Вот. Да вы уже, наверное, поняли, что я имел в виду. Вот это вот, на хрена дерево надо? Вы пойдите в лес, посмотрите. Это даже не культурное дерево. Это, понимаете, это дикорос. Больное, несчастное, ограбленное, обворованное. Единственное, главная его еда – это листва и трава. Вот это дёрн. Что же вы сделали? Всё выгребли, уничтожили всё это вот самое. Вы понимаете, как я сравниваю? Что такое перекопка? Вот. Перекопка – это значит, в человеческом понимании, на кухне приходит к вам кто-то, к вам на кухню. Выгребает с холодильника всё до последней крошки. Находит даже какой-нибудь сухарик. И тот у вас забирает, не спрашивая согласия. И, наконец, когда всё полностью выгребено, и вы через несколько лет умрёте с голоду, потому что какие-то крохи-то достаются, там, вы можете подмести пол, тут найти сухарик, вы можете к соседу, вещи кормить не будет. Ну, то есть, прилетит от соседа что-нибудь, там, несколько листиков, перегниют, и чем-то маленько дерево накормят. И потом, когда вы начинаете умирать с голоду, вот дерево умирает с голоду, так? Вот. По крайней мере, болеет. Все запасы когда-то кончаются в почве питательных веществ, кончаются. А новые не поступают. Они же не знают, что такое круговорот в природе, и что такое пищевая цепочка. Эти специалисты. Вот. И после этого появляется какой-нибудь, допустим, знаете, есть такие краны, а висит такой, этот, огромный чугунный шар. Вот. И начинает уничтожать, разбивать ваш дом. Разбивать в прямом смысле. Сносить все, прямо это, стены летят все, окна звенят все. Вот. Вот это современное садоводство. Вот этот человек занимается абсолютно тупой, ненужной, затратной. Если он, а вы видите, что это за человек, нет? Он, этот человек, считает, что он помогает дереву. Вначале выгребается все, вся еда, листья, трава скошенная. Так. Потом завозится это же самое. И вот этот круговорот тупой, ненужный. Но он деньги зарабатывает. А за него заплатили мы налоги. Вы знаете, сколько тупой ненужной работы. Сейчас, друзья, там за окном. Ой, сейчас еще ночь. Я не могу показать. Раннее утро. Там только вчера опять спилили кустарники. Деревья, когда спилили, они пошли расти кустом. Оставались пеньки. Вот. И теперь, а это детская площадка. Зачем? За что? А у них, они таким путем отмывают деньги. Жеки. По всей стране. Вот еще раз. Ненужная, тупейшая, абсолютно. Это еще ладно, он еще сюда перегной вносит какой-то. Видимо, вот то, что в этом тележке, это и есть перегной. Вот. Зачем? Ведь это же просто дерево росло. И росло бы без всяких ваших подкормок. Потому что, ну, я не знаю, у меня уже никаких этих самых, как сказать-то, уже доказательств нет. Эмоций не хватает. Вот так посмотрели. Вы знаете, целых 10 минут. Мы это. А теперь смотрим дальше. Используйте обрезку на кольцо. Быстрее умрет дерево. Быстрее посадите новое. Логично, нет? Я вам посоветовал. Да, используйте обрезку на кольцо. Ладно, друзья. Поехали. Учтите, экспромт. Хотя у меня много чего заранее приготовлено. Вот. Уникальный архив, не имеющий себе равных на всей планете. Обрезка. Вот она обрезка, ребята. Сейчас мы будем с вами. Просто покажу несколько этих самых. Если бы вы знали, какая доказательная у меня база. Тысячи фотографий вот таких. Вот это я уничтожил до сих пор. Я уничтожил всего три дерева яблоневых на заре своей деятельности. Штамбы делал. Как разрушаются деревья, когда обрезка на кольцо. У меня доказательств тысячи, да? Фотографий тысячи. И единственное, что я... Это самое... О, кстати. Отлёкся. Вот это и есть тот самый Жак. Вот это несколько лет назад я телевидение вызывал, материл, глядя в глазок видеокамеры. А что толку? Поздно. Зачем они это сделали? Представляете, какая была защита. Была площадка отдельная от дома, от всего. В России. Знаете, что мне сказала это? Она командовала этими. Я... А вы думаете, случайно? В шесть утра я проснулся. От звона пилы. Выглянул на балкон. Быстро оделся. Выскочил на улицу. Это было в шесть утра. Почему они начали это делать посреди лета? Почему они начали... Ну, наверное, в пять. Наверное. Да чтобы вот этого не было. Я махал руками на неё. Это самое. Я потом в отместку вызвал телевидение. За что? А им надо было наши деньги отмыть. Представляете, бензин сожгут десять литров. Это самое, для бензопилы напишут сто. Вот это современная система. Это части. Я просто не выдержал. Попалась. Потому что вот эта папка называется обрезка. Вот. У меня таких фотографий. Посмотрите. Жило было дерево. Вот это коротенький пенечек. Посмотрите. С самого низу смотрите. Прекратилась сосудистая система мертва. Поэтому лопнула кора. Сбоку. Вот как я учу. Это. Сучок. Вот тут ничего не случилось. Вот тут так и обтекает. То есть. Сохранилась сосудистая система. Здесь она заморожена. Обрезка на кольцо. Проклинаю. Поклинаю. Пока вот так. Потому что. У меня сотни фильмов на эту тему. Но. Именно сейчас. Сегодня у меня вебинар. По понедельникам. Сегодня 6 декабря. Так. Я сейчас покажу. Научу. Не все. Но никак. Пусть понемножку наших людей прибывает. Смотрите. Вот это вот. Объявление о вебинаре. Сейчас. Гостевая книга. Так. Вот оно. Видите. Это я копировал как раз. Просылал по разным источникам. Вебинар. 6. Получается. Каждый понедельник. Следующий будет 13-го. Потом будет 20-го. В 16 часов вебинар. Вот. Регистрация через электронную почву. Регистрация через ВКонтакте. Вот. На Ютуб канале регистрация. Пожалуйста. Их уже 160-й будет. Вы его не увидите. Но вы сможете увидеть 161-й. Там подробно. А пока, друзья. Да. Я уже понял так. Какое там этим самым голопом по Европам. Не получается голопом по Европам. Получится у нас так. Пока только второй пункт. Говорим. Да. А посмотрите сколько на это. Почему у нас нет садов. Вот. Поэтому наверное по крайней мере будет и вторая. Наверное и третья серия. Посмотрим. Итак. Обрезка на кольцо. Смертельно опасная. Ошибка невероятная. Применяется на юге. Может быть в Истании, Испании или Италии. Дальше пошло на север. И уже на Украине нельзя. На Кавказе нельзя. Юг России нельзя. Обрезка на кольцо смертельное. Там туда попадает мороз. Почему они это не знают? Их тысячи. Я показал вот это. Ой сколько там в интернете этой дряни. Вот. Вот. Когда же конец этой борьбы. Ладно. Поняли. Обрезка на кольцо смертельно опасна. А. Вам. А почему я вот так написал. Знаете. Сами авторы. Кто учат нас делать обрезку на кольцо. Уничтожать дерн задним свои эти. Зарабатывая больную спину. Вот. Сделайте в своем саду. Ну не лезьте вы в чужие сады. Дерево не подходите. А это в любом случае лучше чем. Что вы подходите с секатором. Что бы вы не делали с секатором. На дереве нет ни одной лишней ветки. Я вот все время прикалываюсь. Я беру. Да. Нижние ветки. А на них допустим много плодов. И вот сегодня на вебинаре шестого. Я покажу. Слива. А ветка растет. Прямо от земли. И вся покрыта сливой. А ее требуется уничтожить. Я говорю. Пожалуйста. Я буду сегодня шестого говорить. Пожалуйста. Вы эти. Садисты. Чуть матерное слово не добавил. Вот. Эти самые. Пожалуйста. Когда вы даете такой совет. Пробуйте у себя. Отпилите себе. Отрежьте себе. Пальцы. Уши. Нос. Вы посмотрите что будет. Вы почему не знаете. Вы почему не делаете обрезку. Когда ветка нижняя. Которая. По вашему мнению не нужна. Нахрен. А на ней висят плоды. 100 граммовые сливы. 500 граммовые яблоки. Прямо аж на земле лежат. Вы сейчас то учите. Вот. Раз. Фотографии. Вот как у меня. Да. У меня их сотни. Этот самый. Лучший сад. Считается. В России. По качеству плодов. Не по количеству. По качеству. Вот. Вы же. Посреди лета. Когда плоды. Вот. Берите. Фотографии. У меня таких полно. Вот. Может быть. В начале следующего. Серии. Покажу. Но не подбирал. Это. Вот. Или может все таки. А. Знаете что мы сделаем сейчас. Ну ничего. Что куда нам спешить. Будут еще и еще. Фильмы. Вот. Гостевая книга. А вот. Фотогалерея. Смотрите. Вот это мой сайт. Набирайте. Три слова русских. Сайт. Садовода. Железова. Вот. Вот. Вот эти три русских слова. В Яндексе. Гугле. И вы оказываетесь. Вот здесь. На моем сайте. Уникальный сайт. Уникальные публикации. Знаете сколько их тут. Сотни. Фильмов. Сотни. Уже даже тысячи. И вот вы попадаете в фотогалерею. Единственная. На планете. Фотогалерея. Самых. Мира. Качественных плодов. Вот. Мировых стандартов. Почему я это показываю. Потому что вот сейчас если взять любое дерево. Вот. Жалко тут подобрать бы дерево. Которое очень низко низкие. Ветки. Вот. Что угодно. Вот даже войлочную вишню взять. Видите какие у меня вишни. А это. Полукуст. А все равно требует сделать штамп. Чуть ли не метр. Я скажу так. Вот. Подходите к ней. Нет. Берете эту фотографию. Говорите. Летнюю. С плодами. И учите. Отрезать нижние ветки. Куда вас пошлют. Знаете. Пошлют даже в сексуальном смысле. А не просто так. Ну еще какую-нибудь подберу. Вас может не впечатлило. Это. Полносящая. Волочная вишня. Где бы подобрать бы. Подобрать бы. Ох. Не готовил я. Я люблю экспромты. Да. Ой как я люблю экспромты. Ой как я люблю. Отсюда издаля. Трудно. Не увеличивая. Трудно определиться. Это. Ну. Ладно. Это всего лишь скромное. Это самое. Вишня. А теперь представьте себе. Кто-то заставит вас. А ветки растут от самой земли. Кто-то заставит вас эти ветки отрезать. Представляете. И окажется в сексуальном месте. Тот кто вас научит. Почему они предпочитают делать это зимой. Хотя это смертельно опасно. Осенью смертельно опасно. Потому что листьев нет. Плодов нет. И дерево кажется. И нахрена ему эти половины веток. Ну нахрена. Хочу быть убедительным. Ой нет. Да. Не готовился я. А может быть и хорошо что не готовился. У меня больше эмоций таких. Вот. Я штамбы никогда не делаю. Не делаю. Не делаю. Вот. Ну вот эти ветки. Одна из сотен фотографий. Они растут от самой земли. Посмотрите. Сантиметров двадцать. Да. До земли. И что вы видите. Вы видите прекрасную полноносящую ветку. Вот. Большинство инструкций. Прямо вот. Отрежьте. От пятидесяти до девяносто сантиметров. Это ужас. Это предательство. И еще и режут зимой. Когда нет ни листьев ни плодов. И кажется. Безобидное занятие. Ну и что. Он еще лучше расти будет. Вот этот идиотизм. О нем пойдет сегодня речь на вебинаре. А что не успею. У меня уже набрал материал на три вебинара. Как рассказать за два часа. А материал на шесть часов. И так. Еще раз. Используйте обрезку на кольцо. Быстрее умрет дерево. Это только авторам и советую. Только авторам. Пункт третий. Фух. Так. Надо успокоиться. Сделайте углубление. Ямку для полива. Вокруг штамба. Зачем нам свои фрукты. Сгноите корневые шейки. И в магазин. Там фруктов полно. Ну что. Посмотрели мы на фотографии обрезки. Тут страшные фотографии. Сейчас. Ладно. Так уж получилось. Что раз уж я вернулся. Ну несколько. Где несколько подряд покажу. Вот. Вот. Просто. Чтобы вы пришли в ужас. Понимаете. Чтобы в ужас пришли. Когда вот такую рану страшную делают. Делайте мне хрен. Место одной. Помешало ему. Этому человеку. Получается целая куча. Замены. А теперь он вынужден. Вот эти. Раз. Два. Три. Четыре. Одиннадцать. Двенадцать отрезать. А на их месте появится. Полсотни. И так до бесконечности. Вот. Вот. Это что? Это дерево надо было? Это надо было? Разрушается все вокруг. Ладно. Это я так. Будем считать случайно нашел. Возвращаемся к нашим этим. Чуть не слабо рано. Итак. Посадка. 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 Вот она. Давайте сейчас найдем хотя бы одну. Здесь посадка семян. Правильно. Это значит не глубокая. Те, кто учат заглублять семена. Они предатели. Они не знают, что потом происходит омертление части штамба, которая оказывается под землей. Не знают. Вы представляете? Не знают. У меня шок какой-то. Дикий шок. Так. Так поправлю. Они не знают. Олезут учить нас. Здесь целую книгу материалов у меня. Сейчас я вам покажу, где что-нибудь гниет и все. Многие что-то видели. Вот. Многие посмотрят. Вот видите. Фотография для будущих учебников. Вот так гниют глубоко закопанные абрикосы. Вот так. Фотография обвинения этим самым специалистам. А у этих специалистов звание-то знаете какие? Кандидат. Ну, доктор. Меня вот это убивает. Вы сами-то. Вы же знаете, целые сады погибли у самых, они считаются гениями, садоводов России и мира погибли. А они, прожив жизнь, даже не знали, что они просто глубоко закапывали. Вот эта фотография мной сделана еще, видите, чем? Ну, мыльницей. Тогда еще путем фотоаппарата не было. Вот это я дальше не буду. Покажу одну. Вот. Константинович Майни. У меня погибают эти ваши абрикосы. Я беру, разгребаю. Она вот так травой закрыла. Тут небольшое углубление. И сгноила. Уже этого хватило, что там нет солнца. Вот эта часть надземная. Солнце. Стоит убрать солнце. А это значит и сырость, соответственно. Проветривания нет. Небольшая ямка и все. Вот. Видите, что творится? Сейчас, может быть, у меня осталось 3 минуты. И будет. А закончится первая серия. Ну, и бог с ним. Будет и вторая. Вот. Проведу вебинар. Я их могу 10 сделать. Все это я вам показывал. Но как показывал? Вот. Одним показывал. Там. Другим. Этим. Разные каналы. Разные эти. Вот. И получается, что цельной картины нет до сих пор. Книги есть, да. Книги я сделал. Но если купят неделю одну книгу, это просто счастье для меня. Вот. Так же и диски. Так же и диски. Так же и диски. Бесценные фотографии. Вот. У меня же как? Посмотрите. Вот эта груша. Сгнила на ровном месте. Тут ям фактически нету. Поэтому посадка только на холмы. А. Ой. Я же там инструкции писал. Не вздумайте эти. Садить в ямки. Помните? Но еще раз говорю. Я сейчас уточнил. Может быть не поняла. Мне главный редактор отказавшись печатать. Любой человек может воспринять. А. Вы знаете. Вот это вот. Мог. Все что вы видели. Вот это посадка на холм по железу. В такой разе погибнет. И часть кроны отрезана. Вот видите. Специально показываю секатор. Вот. Вот. Вот она посадка на холмы. Это по железу. А там там написано. Вот здесь там углубление. Она права. Она права. Для простых людей. Замороченных этими специалистами. В кавычках. Они бы так буквально бы и поняли. Ямку для полива вокруг тамба. Многие не поняли бы эти. Даже это самое. У меня был случай. Когда я проводил вот так же вебинар. А там ниже комментарии. Женщина пишет. Просмотрела. А я тогда проводил вебинары. Сейчас по три часа. А были по четыре. Я просмотрел все до последней минуты. И ничего не поняла. Так. Действительно. Нельзя так шутить. Сделайте углубление. Не поймут. Что это я учу этих самых. Напоминаю авторам этих самых способов. А эти способы до сих пор. И книги никто не отменял. Где в углублении. Вот. Я воюю в одиночку. Но сами понимаете. Так. Пошла последняя минута. Ну что. Наверное мы до следующей темы не доросли. Так. Где там наши. Ага. Где доросли. И на этом пункте три мы и закончим. А для этого мы еще. Для этого мы еще. Последняя минута. Вон видите. Видите. На ровном месте сгнивает груша. Кто об этом знает. Что. В отличии от яблони. Груша не держит совершенно сырости. Сгнивает напрочь. Поэтому груш в стране в десятки раз меньше чем яблони. И только. А было бы какие яблони. Ну на холм то посадите в конце концов. Ну что это. На холм посадите. И груша не будет гнить. Они же морозостойкие. До сорока выдерживают. Я имею ввиду привитые мои. На эти. На уссурийские груши. Или на сварок. Вот. Сейчас. Через 20 секунд он отключится сам. А это надо комментировать. Комментировать. Посадка по Латинкову. Надо комментировать. Это на смерть посажены. Вот. Это в Красноярск переехали. А нет. Это у Чернобаева. Все. Пока. До второй серии.